Добрый день, дорогие братья и сестры. Как приятно видеть, можно сказать, родные лица. Как хорошо, да, все-таки нам вместе быть. Вы вместе уже, братья и сестры, я что-то не вижу. Благословение, слава Богу. Действительно, в присутствии Божьем наполняешься такой радостью, любовью, миром. Скажите, а как прошла ваша неделя? Вы явили славу Божью для людей, с которыми вы работали, учились, домашних своих. Ведь мы Господом посланы для того, чтобы являть Его славу. Это главное призвание нашего. Это самое главное призвание каждого, кто родился свыше. Как мы можем явить славу Божью своим отношением к ближним? Являем ли мы любовь? Несем ли мы с вами мир? Радость? И Господь, Он очень внимательно смотрит за каждым из нас. Потому что Он нас тестирует. По той причине, что Он очень сильно любит нас. И останавливает в тот момент, когда мы оступаемся. Слава Ему за это. Итак, абсолютно каждый, рожденный свыше человек является живым свидетельством славы Божьей на этой земле. И основная цель являть славу Божью для того, чтобы нести спасение в этот мир. Поэтому мы не должны не бояться, не стесняться свидетельствовать людям этого мира о том, каков есть наш Господь. И чтобы они, глядя на нас, видели, что мы воистину не от мира сего. Что мы не похожи на людей этого мира. Что мы не сквернословим. Что мы не гневаемся. Мы не раздражаемся. Другими словами, мы не живем по плоти. Давайте посмотрим, как апостол Павел в своем послании к Ефесянам показал всем нам, какой ценой мы обрели спасение вообще. Кем мы были до того, как Господь нас призвал к себе. Итак, это послание к Ефесянам, вторая глава, с первого по седьмой стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Вы услышали? Вы вспомнили свою прошлую жизнь? Здесь очень четкая характеристика, откуда Господь нас извлек. Слава Ему за это. И каждый из нас является живым свидетельством славы Божьей. Которая проявлена в великой любви к нам, Господа. Как я прежде сказал, что наше основное призвание это свидетельствовать о славе Божьей. Но вы знаете, что есть Тот, Которому это очень не нравится. И Он очень сильно противится нашему свидетельству. Это Тот, кто хочет украсть, убить и погубить. То есть, это противник Божий, Сатана. И вы, наверное, заметили, да, когда есть какая-то ситуация, когда вы можете засвидетельствовать о Господе. Но вас начинают посещать какие-то мысли, какие-то сомнения, и вы на этом этапе ничего дальше не говорите. В Евангелии от Иоанна записана показательная история о том, что было сказано прежде в этой проповеди. То есть, это история о воскрешении Лазаря. Я думаю, вы хорошо ее помните. Но давайте еще раз напомним это записано в Евангелии от Иоанна, одиннадцатая глава с первой по четвертый стих. Был болен некто Лазарь из Вифании. Из селения, где жили Мария и Марфа, сестры. Марфа, сестра ее, простите. Мария же, которой брат Лазарь, был болен. Была та, которая помазала Господа миром и отверзла, отерла, простите, ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот, кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Мы знаем с вами, что наш Господь Иисус, Он всегда видел Отца Творящим. И все, что Он делал, Он делал абсолютно по воле Отца. И этим прославляя Бога Отца. То есть, все Его деяния были по воле Божьей и для славы Божьей. И мы знаем, что наш Господь Иисус, Он во всем является для нас примером. Поэтому, зная Его волю о нас, мы с вами должны просто обязаны жить для Его славы. Так вот, в случае с Лазарем, Его смерть послужила, опять же, к славе Божьей. И еще для того, чтобы ученики Иисуса Христа поверили, что Он есть Господь, Сын Божий. Лазарь, Друг наш, уснул, но Я иду разбудить Его. Ученики Его сказали, Господи, если уснул, то выздорови. Иисус говорил о смерти Его. А они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер, и радуюсь за вас, что Меня не было там. Лазарес 11 глава с 11 по 15 стих. И когда Иисус пришел с учениками в Вифанию, Он узнал, что Лазарь уже 4 дня находился во гробе. Мы знаем, что чудесным образом по молитве Господа Лазарь был воскрешен. И это произошло в присутствии многих иудеев, пришедших к Марии. И это чудо, оно для многих послужило для того, чтобы они уверовали в Иисуса Христа. Но некоторые из присутствующих, они пошли к фарисеям и рассказали о том, что сотворил Иисус. Как это записано в стихах 45-46. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Услышав о том, что сотворил Господь, о том чуде великом, фарисеи были напуганы. Фарисеи были напуганы. Потому что они были напуганы тем, что все поверят в Него. И тогда придут римляне и заберут их землю и подчинят себе весь народ. То есть отберут все, чем владели фарисеи. Но на тот год первосвященником был Каиафа. И он сказал следующее. Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей. Нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником предсказал, что Иисус умрет за народ и не только за народ, но и чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить Его. Да, Иисус знал миссию, для которой Он пришел на землю. Он знал, что Ему предстоит смерть. Но давайте сейчас акцентировать свое внимание все-таки на Лазаря. Мы знаем, что за шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил воскрешенный им Лазарь, с его сестрами. Иисус пришел, чтобы вкушать с ними вечерю. Мы знаем, что Марфа служила им, и Лазарь был одним из возлежащих с Иисусом. И о том, что пришел Иисус со своими учениками, эта весть, она сразу же распространилась по всему городу. Как это записано в стихах с 9 по 11 и 12 главы Иоанна. Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание особо на следующий стих. Первосвященники же положили убить и Лазаря. Потому что ради Него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Вы знаете, как-то мне открылось в Лазаре прообраз всех верующих в Господа нашего Иисуса Христа. Если вы помните первый стих, который я зачитывал, это послание Павла к Ефесянам. Лазарь был мертв, как и мы были мертвы по преступлениям нас Бог воскресил в Иисусе Христе явив славу Свою. Как Лазаря первосвященники положили убить, так и наше свидетельство о славе Божьей. Которое явил нам Господь через спасение. Дьявол всячески пытается убить, чтобы воспрепятствовать многим поверить и принять спасение. И сейчас я хочу с вами поделиться своим собственным свидетельством, как это происходило со мной в начале моего пути следования за Господом. Моей самой первой проповедью в этой церкви, это было 20 небольшим лет назад, это было свидетельство о том, как я встретился с живым Богом. Именно здесь, в этой церкви, с Богом, которого я так долго искал в разных религиях. и никак не мог найти. Но прежде чем поделиться своим свидетельством, я даже не осознавая того, переживал очень сильное противление со стороны дьявола, со стороны того, кто всегда хочет убить, украсть и погубить. это его миссия, это его помазание, и он всегда тот же, правда? А проявилось это следующим образом. Наша возлюбленная пастор Таиса попросила меня засвидетельствовать церкви о том, как я встретился с Господом. Это было действительно очень сильное переживание, когда я в глубоком раскаянии, сокрушении сердца принял Господа, хотя имел намерения совершенно другие, когда пришел в первый раз в церковь. Итак, я начал готовиться к этой проповеди. Я молился, я вспоминал всю мою предыдущую жизнь. Тщательно фиксировал каждый момент записывал на бумаге. Это было порядка 3-4 листа. А потом меня начали посещать такие мысли. А кому вообще это интересно? Кому это нужно? Это же касается только меня. Зачем я буду людям рассказывать о том, что я прошел, как я встретился с Господом? И что вы думаете? В итоге я беру эти листочки, рву их на мелкие кусочки и бросаю в мусорную сообщаю об этой новости пастору. Таечка, конечно, была огорчена, немножко возмущена и сказал, что ты не должен был так поступать приготовь еще раз свою проповедь. Ну, прежде чем готовить проповедь, я осознал, что я был неправ. Я покаялся пред Господом. Опять написал все и, может быть, даже еще что-то вспомнил. И вы знаете, это было действительно свидетельство актуальное. оно многим было полезным. И я прославил Бога. Слава Ему за все. Вот так дьявол, он препятствует детям Божьим. Свидетельствовать о Его чудных и славных делах. Мы с вами постоянно находимся на войне. Это брань духовная. Казалось бы, внешне ничего не происходит. Но дьявол атакует наше сознание. Наши мысли. Поэтому Господь говорит, бодрствуйте. Непрестанно молитесь. И в этом наша победа. Будьте благословенны. Блэст. Блэст. Субтитры создавал DimaTorzok